слава украине доброе утро привет всем от полонского от утра действительно доброе потому что в москве точнее не в москве а мы говорим правильно на москве или в кучково которая по недоразумению называется москва это в принципе хоть москва хоть кучкова так пьяный зять переводится или грязная вода а кучкова ну хоть кучка чего нибудь знаете шла корова осталась кучка ой неважно мы с вами о чем отвлеклись да так вот на москве или в кучково бавовна бавовна беспилотник беспилотник хотя может быть это было не беспилотник кто его знает может это было и биоизмененные очень злобными сидящими где там в злобных подвалах бендеровцами долетел прямо до центра москве и шлёпнул путлеру по лысине ой не путлера там не было он же в бункере был подождите что-то меня занесло не не путлеру по лысине а по торговому центру но это опять таки это ж поймите правильно это все виновата их не пво коса косорукая и рукопопа и извините но под испечь несло не выкинешь какое пво такая безопасность короче говоря сегодня прилетел беспилотник судя по всему это было утро они все секретят никаких этих данных ничего не выкладывают у нас на все есть даже свои люди на месте поэтому мы все знаем значит это было еще темно и короче есть видео как она там шарахла видимо он летел опять-таки по этим министерствам которые которые находятся в башнях вот этих ну да башен он не долетел до которых он прошлый раз два раза долетел тот беспилотник или не те голуби бешеные гуси да взбесившиеся гуси долетели вот ну или как вариант тоже измененные зяблики тоже в принципе подходит вот короче говоря про два раза они туда уже долетели третий раз вот по нему стрельнула видимо я не знаю не видно вспышки взрыва от его может работал может еще что-нибудь а может зяблику лететь надоело вот и он не долетел метров может двести-триста где-то до этих башен москва-сити но самый центр тут куда куда центре и все и вот каким-то образом попал по фасаду торгового центра фото видео как говорится у нас а как как всегда на телеграм-канале переходим смотрим кайфуем от этого выдовище зрелище так сказать да речь сейчас речь не идет о каком-то там знаете серьезном боевом применении вот эти вот беспилотников но у меня такое впечатление что каждый раз отрабатывается определенный сценарий тут и борьба среп тут и маршруты подлета до кучкова москва вот то есть люди смотрят сколько можно положить там взрывчатки на тот же беспилотник смотрят как что где куда то есть отрабатывается очень много вопросов у меня такое впечатление что будет один прекрасный день и долбанет так что мало не покажется может быть даже не москве посмотрим где она долбанет посмотрим да но сейчас все это выглядит знаете такой репетиции затишье перед бурей и изучение так сказать материала мы смотрим где и как это нужно сделать получше посильнее покрасивее и поэффективнее потому что понятное дело что домбить москва-сити да это 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 хорошо почему потому что это самый центр вот это вот империи зла самый центр мордора и каждый житель вот этого вот недогосударства он должен видеть что именно несет собой война да это покажется там просто бах разбило там 30 квадратных метров или сколько там фасада но это уже долетела до москвы это же не киев за три дня да просто постепенно в принципе каждый житель вот кучкова москва он должен понимать что в случае продолжения в случае если российско-фашистские войска не уберутся с украины случае продолжения войны москва постепенно станет похожа на мариуполь выше очень довольны как ему как сейчас выглядит мариуполь я смотрю по российским чатиком по российским всяким этим высказываниям российских официальных лиц они дико счастливы от внешнего вида мариуполя того как он отстраивается вот так вы будете отстраивать москву все будет украин